Всем привет! Меня зовут Aram. Сегодня у нас обзор по бандалу от компании Antares AVOX4. AVOX4 состоит из 11 эффектных процессоров для обработки звука. Эти инструменты обработки узкоспециализированы на вокал, и большинство из них эксклюзив для конторы Antares. Ну что ж, давайте будем изучать все эти приборы и посмотрим, где же их можно применить и какие у них плюсы и минусы. Первый прибор — это артикулятор. Ручка аудио-левел оригинального сигнала, с помощью которого можно добавить входной громкости, включение режима компрессии. Блок настройки формантов — здесь можно регулировать длительность формантов, а также ширину форманта. Amplitude Envelope, который добавляет шума. Блок эквалайзера, с помощью которого можно добавить определенную частоту, регулировать добротность, либо убрать ту частоту, которая мешает. Выходящая громкость, контроль сигнал второго блока, Noise Level, громкость, шума. Можно выбрать режим фильтра, сопрано, альт-баритон, баритон-бас, инструмент и так далее. Изначально этот прибор создан для того, чтобы с помощью сайдчейн-шины, с другого канала, снимать спектр формантов и применить на ваш аудио трек. То есть аудио сигнал — это ваш оригинальный трек, а контроль сигнал — это тот сигнал, который входит уже с помощью сайдчейн-канала. В своей практике никогда не использовал копирование формантов с другого вокального тембра, но вот осциллятор, который генерирует шум, очень часто используя свои практики. Следующий инструмент — это аспир. Аспир — это первый инструмент в мире, с помощью которого можно добавить хрип-вокал. Здесь выбирается уже знакомый режим выбора тип голосов, ручка трекинг, которая делает фокусировку прибора на аудиофрагмент. Ручка инцерес добавляет количество аспирационного шума с помощью фрекунсий. Выбирается диапазон. Конечно же, с этого прибора вы не получите Михаила Шуфутинского. Но в любом случае очень полезная штука для работы с вокалом. Следующий прибор — это хор. Это генератор голосов. Сверху выбирается количество голосов 4, 8, 16 или 32. Ручка вибрато регулирует количество вибраций в хоре. Пич добавляет чуть-чуть высоту тона. Ну и, конечно же, тайминг, который делает рассинхронизацию голосов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Следующий прибор — это дуо. С помощью дуо вы можете создать дабл-вокалы и очень живые дабл-вокалы. Здесь выбирается тип фильтра. Вы можете в режиме вариации изменить вариацию пича, сделать рассинхронизацию, изменить чуть-чуть вокальный тембр, ну и, конечно же, тип вибрато. Громкость ручки оригинального сигнала, громкость ручки дабл-сигнала, а также панорамирование. Громкость ручки для которого можно создать самые странные и самые неприродные звуки вокала. Первая ручка — это высота тона управления, длительность тона, ширина тона, волюм оригинального сигнала, количество мутаций, которые происходят с вокалом, ручка Drowned Wet, а также плагин имеет возможность работать со синхронизацией темпа проекта. Субтитры создавал DimaTorzok Следующий инструмент — это Punch Enhancer. С помощью этого прибора вы можете добавить очень много атаки к вокалу. Первая ручка — это входная громкость. Impact — это соотношение добавления эффекта. И третья ручка — это выходная громкость. Sybil — это DSR. Своеобразный компрессор, который очень круто работает с вокалом. Здесь нам знакомые параметры компрессора — threshold, radio, attack и release. И sidechain фильтр, с помощью которого вы можете указывать диапазон, на котором должен работать этот DSR. Все очень просто и понятно. Следующий инструмент — это Trout. Это единственный плагин в мире, где смоделирован человеческий голосовой тракт. И с помощью определенных настроек вы можете изменить различные типы артикуляции, а также воспроизведение звука у человека. Представим, ваш вокалист поет неярко, и с помощью поднятия точки 5 вы можете сделать более яркий и читаемый вокал. Здесь параметры настройки фильтра — soprano, alt-tenor, баритон, бас и инструмент. Следующие два параметра отвечают за тип и артикуляция работы прибора. Рекомендую переключаться между этими режимами, чтобы выбрать более подходящий вариант. Ручка pitch изменяет высоту тона. Следующий блок отвечает за добавление яркости, микс и частота, в котором добавляется эта яркость. Модель тот выбирает добавление или удаление горла. Таким образом, иногда я создаю женские бэк-вокалы из мужского вокала. Или иногда создаю очень низкий мужской вокал для хора. Играет музыка. Играет музыка. Следующий инструмент — это варм. Варм из себя представляет ламповый сатуратор. Снизу находится ручка соотношений драйва. Можно переключиться между двумя режимами ламп. Первый режим более мягкий, второй более агрессивный. Первый подходит более для вокала, второй подходит для электрогитар, для синтезаторов и так далее. Здесь можно изменить режим лампы. А также по краям находятся ручки input и output громкости. Следующий инструмент — это Harmony Engine. Я думаю, это самый полезный и самый крутой инструмент из категории AVOX4, который я очень часто использую в своих проекциях для создания бэк-вокалов в тарцовом тоне, в сексте, кварте, квинте и так далее. Сверху находится блок Humanize, который может отличать длины и короткие ноты. Уникальный параметр Glide, который сделает сглаживание перехода между нотами. Справа можно выбрать уже типы интервалов, можно выбрать мажорные аккорды, минорные аккорды. А также прибор можно привязать к MIDI-контроллеру и вместо автоматического режима уже управлять с вокалами с MIDI-контроллера. А чуть-чуть правее находится режим ключа тональности, а также режим ладов — мажорный лад, минорный лад, а также их вариации. Кроме основного вокала еще существует четыре блока, которые позволяют нам создать дополнительные голоса. И, конечно же, эти четыре блока имеют индивидуальное управление, свою громкость, панораму и так далее. Для яркого примера давайте сейчас уберу все громкости всех четырех блоков, оставлю только оригинальный сигнал, и буду во время воспроизведения добавлять по чуть-чуть по разным блокам. Продолжение следует... Как я сказал в начале, здесь снизу с каждого блока можно изменить панораму отдельно. То есть первый блок можно полностью сделать левее, второй блок полностью правее, другой оставить в центре. А также можно изменить тип вибратор в различных блоках, чтобы сделать такое впечатление, как будто это не тот же один человек пел те же вокалы. Выбор типа фильтра. Снизу можно выбрать различные режимы работы вариациями. А также можно создать индивидуальные задержки на каждый блок, при этом создавая эффект живости. Снизу находится блок хора. Чтобы активировать его, надо нажать на input. Здесь можно выбрать количество голосов, изменить вибратор, питч, тайминг, стереорасширение. Но вы, конечно, все заметили, что такой прибор мы встретили раньше. Это прибор хор в отдельном блоке. Здесь только отличие количества голосов. Ну и, конечно, последний инструмент — это mic mode. С помощью этого прибора вы можете указывать референсный микрофон и изменить его характер на какой-то более топовый или на другой микрофон. Здесь предлагается огромное количество выборов типов микрофонов, начиная от отечественного октавы, заканчивая Sony, Telefunken, Neumann, Shure, AKG и так далее. При изменении различных типов микрофонов снизу активируются такие блоки, как low-cut фильтр, режим записи микрофона, cardioid, omni и так далее. А теперь давайте для референсного микрофона выберем Rode NT1, а для получения нашего сигнала выберем U47 классический. И с помощью ручки Tube Saturation добавим количество ламповой сатурации. С помощью этого прибора вы можете выбрать огромное количество типов и видов микрофонов. Но это не значит, что вы получите в точь-точь Neumann U47 или другой модель. Вы просто получите его характер на вашем вокале. В течение этого видеообзора вы уже поняли, что есть плагины, которые очень полезные, а есть плагины, которые можно с легкостью заменить другими приборами. Но в любом случае пакет ходит огромное количество полезных приборов, и я советую приобрести этот пакет. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на наш канал, поставьте лайки, следите за нашими новостями и до новых видеообзоров. Пока!